ПОСЛАНИЕ К КОЛОСИНОМ Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. «Какой из вас Отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящему него». Иас вам глаголю, просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам, всякого просяй приемлет, ищай обретает, и толкущему отверзится. «Которого же вас, отца, вас просит сын хлеба, и да камень подаст ему? Или рыбы, и да в рыбы вместо змею подаст ему? Или аще просит яйца, и да подаст ему скорпию? Аще, убавы, злий суще, умеете даяние благодаять и чадом вашим, кольми паче Отец и же с небесе, даст Дух Свят просящим у него». Хотя и на себя ненадеяние, и упование на Бога, и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, как показано доселе, но необходимее всех их молитва. Сие четвертое оружие всей брани, как сказали мы в начале первой главы в конце, потому что ею стяживаются, и полную силу восприемлют и те первые три орудия, как и всякое другое благо. Молитва – есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и благости Божьей. В брани же духовной, ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает он за тебя врагов твоих и побеждает их. Но чтобы молитва в деле всем проявляла в тебе всю свою силу, надо б на чтобы она оставалась в тебе непрестанно, как естественное какое отправление твоего духа и было ограждаемо и воодушевляемо следующими расположениями. Первое. Надлежит тебе всегда иметь живое стремление всяким делом служить единому Богу и служить так, как сие благоугодно Ему. В оживлении же и поддержании такого стремления убедись и неотступно держи в мысли, что Господу и попредивным Его свойствам, благости, величию, премудрости и другим бесчисленным и безмерным совершенствам должны быть всякую разумную тварью воздаваемы поклонения, честь и служение. Но когда приложишь к всему неотходное памятование, что Он Сам неописанно благотворно послужил тебе воплощенным Своим домостроительством, искупил тебя и снял с тебя великую клятву, уврачевал и исцелил язвы твои, ядом греха тебе причиненные, не вином и елеем, и не пластырями какими, но бесценной кровью, истекшей из присвятых ребер Его, и при чистой плоти, истерзанных бичами, тернием и гвоздями, то можешь ли удержаться, чтобы каждое мгновение всеусердно не посвящать на служение Ему единому и словом, и делом, и мыслью? К тому же и того не должен ты забывать, сколь для нас самих благотворно такое служение, так как оно делает нас господами над самими собой, победителями дьявола и сынами Божьими. Второе. Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог по великой милости своей и по множеству щедрот своих Сам желает и готов подать тебе все потребное для твоего Ему достодолжного служения и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, которое беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами своих благодатей. И чем обширнее и вместительнее будет у тебя сосуд сей, тем с обильнейшими дарами будет всякий раз возвращаться в недра твое молитва твоя. И как можно помыслить, чтобы Бог, чуждый применение Вседержителя, заповедавший молиться Ему и обетовавший подавать нам просимое благо, отказался делать нас причастниками их, когда мы с усердной и терпеливой молитвою и спрашиваем их у Него, и не даровал нам Духа Своего. Не Его ли есть Слово, коль ми паче Отец иже с небесе даст Духа Святаго, просящим у Него? И не Он ли обетовал, и вся ерека, а с чего спросите в молитве верующие, примите? Третье. Надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого, именно, чтобы движим был ты на молитву, потому что того хочет Бог, и услышан быть желал опять, как Он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме и сердце то, чтобы всецело объединять свою волю с волею Божию и ей во всем подчиняться, и отнюдь не желать волю Божию преклонять на свою волю. И это почему? Потому что воля Твоя всегда срастворена самолюбием, очень часто погрешает и не знает того, чего следует желать. В воле же Господне всегда блага, премудро, всеправедно, благотворно, и никогда погрешить не может. Посему, как она есть неотложный закон для всего сущего и бывающего, так должна быть правилом для воли всех разумных тварей и царицей в желании их, которые они должны покорно во всем последовать. Таким образом, тебе надлежит всегда желать, просить и искать того одного, что благоугодно Богу. И если, когда усомнишься, благоугодно ли Богу то или другое, ищи того и проси в той мысли, что ты желаешь то сделать или иметь, если того желает и Бог. Того же, о чем, наверное, знаешь, что оно благоугодно Богу, как, например, добродетели, ищи и проси для того, чтобы наипаче благоугодить Богу и добрее послужить Ему единому, а не с другой какой целью, хотя бы и духовную. Четвертое. Надлежит тебе приступать к молитве также, украшенным делами, сообразными спрошением твоим, и после молитвы трудиться наипаче над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, тобою просимой. Труд молитвенный, таким образом, должен быть сопровождаем подвигом самопринуждения и напряжения себя на то, о чем просим, потому что здесь, в порядках духовной жизни, прошение и искание собственное следует одно за другим друг друга принимательно. Если же кто в молитве будет молиться Богу о какой-либо добродетели, а сам между тем предается нерадению, никаких на стяжании сей добродетели определенных средств не приемля, и никаких для того дел не делая и подвигов не подъемля, то поистине такой пачей искушает Бога, а не молится. Почему божественный Иаков и сказал, что многому может молитва праведного с поспешествуема? С поспешествуемым здесь бывает и то, когда кто прося праведного помолиться о чем для себя, и сам о том молится, и то, когда кто, молясь о чем Богу, и сам всеусердно делает все потребное для стяжания просимого, как разумеет святый Максим. Пятое. В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет святый Василий Великий. Сначала вассловословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяние тебе явленное, далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, испрашивай у Него потребного тебе наипаче в деле спасения Твоего. Последуясь Ему, можешь ты примерно так молиться. Господи, Боже мой, хвалю и песнословлю неизреченную славу Твою и Твое безмерное величие. Благодарю Тебя, что по единой благости Твоей, дав мне бытие, исподобив меня быть причастником спасительных благ воплощенного домостроительства Твоего, неоднократно избавлял Ты меня неведомо даже для меня самого от угрожавших мне бед и от руки невидимых врагов моих. Исповедуюсь Тебе, что несчетное число раз попирал я совесть свою и бесстрашно нарушал святые заповеди Твои, являясь неблагодарным к стольким и таликим благодеянием Твоим. Но, Боже мой, многомилостивый, да не победит благости Твоей сия неблагодарность моя, призри грехи мои и непотребства, воззри же на слезы сокрушения моего, и по множеству щедрот Твоих помоги мне и ныне, подай благопотребное для спасения моего, и жизнь мою всю направи на благоугождение Тебе, да славится и мною недостойным, всесвятое имя Твое. При всем последнем слове можешь ты исчислять поименно все настоящие Твои потребности духовные, душевные и телесные, и если в это время упражняешься в какой особой добродетели, то помяни и ее, и молись, да поможет тебе Бог преуспеть в ней в совершенстве. Если бываешь возмущаем движениями какой-либо страсти, молись о помощи не поддаться ей и прогнать ее. Если же терпишь какую напрасленную и обиду или какой не есть ущерб и беду, не забывай благодарить за то Бога, потому что и это, бывая по воле Божией всегда благой, посещает тебя во благо тебе. Шестое. Чтобы молитва твоя возымела силу пред Богом и привлекла к тебе его благоволение, окрыляй ее и благоукрашай несомненную веру не только в безмерность Божьей щедродательности и в непреложность обетования его услышивать нас, взывающих к нему, еще прежде, чем кончится молитва наша. Но наипаче, в силу воплощенного о нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас, ради подъявшего крестную смерть, воскресшего, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Отца, где выну и ходатайствует о нас, так как още сына своего Бог не пощаде. Но за нас предал есть Его, как он и с ним вся нам дарствует. Предлагай также во услышание тебя ходатайство Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, день и ночь о нас молящейся, и предстательство всех святых, архангелов и ангелов, апостолов и пророков, пастырей и учителей, мучеников и мучениц, преподобных отцов и матерей и всякого рода благоугождением благоугодивших Богу, ангела твоего хранителя и святого, имя которого ты носишь и которому посвящена церковь, в кой ты крещен и всегда молишься. Предпосылая своей молитве сии ходатайства, ты смирение свое предпошлешь, которого ничего нет благоприятнее Богу, ни на кого так милостиво не взирающему, как на кроткого и смиренного. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Седьмое. Надлежит тебе совершать свои молитвы всегда с прилежанием неутомимым, как заповедует апостол, говоря, в молитве терпите бодрствующее в ней. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждает непобедимого Бога и на милость его преклоняет. Если неотступность евангельской вдовицы преклонила на свое прошение судью злого и неправедного, по евангельской притче Господа намеренно с тем изрекшего ее, чтобы научить нас не скучать, но терпеливо пребывать в молении, как читаем Евангелие, глаголоши же притчу, как уподобает всегда молитесь и не стужайтесь и, если, говорю, судья неправедный склонился на прошение вдовицы по причине неотступности ее, то как не склониться на моление наше Бог, которое есть сущая благость, если будем неотступно умолять его? Посему, когда умоляешь о чем Бога, и Он медлит услышать тебя, ты все же продолжай молиться, держа в сердце твердое и живое упование на помощь его, ибо за ним никогда не остается усердная молитва, и на нее всегда готовы от него излиться богатые милости, превышающие самоечаяние молящихся, если к тому нет нравственных препятствий с их стороны, и если они не находятся в таком состоянии, что для них лучше, чтобы неисполненным осталось прошение их. В каковом случае Он вместо просимого посылает иное какое благо, благопотребное для них, ведомо ли для них или неведомо. Всем разуме справедливо иметь убеждение, что молитва никогда не бывает неуслышанную, а бывает только то, что посылаемое вследствие ее есть не то, о чем просят, не зная, что то не полезно для них и что оно невидимым оставляется, потому что видеть то не безвредно для получающих. Будь же всегда терпелив в молитве и уверен будь, что молитва никогда не остается бесплодной. Если не получаешь просимого, верь, что получаешь или получишь иное вместо сего. И если не видишь и не увидишь сего, не пытай почему это, а лучше вместо того обратись к своему недостоинству и наполни душу твою помышлениями и чувствами смирения. Если воспроизведешь и утвердишь в себя такие чувства вследствие молитвы, то пусть даже ты за нее совершенно ничего не получишь. Не только видимо, но и невидимо самые сие чувства прими как плод молитвы и для тебя спасительный и Богу благоугодный паче всего. Слушай, что говорит святый златоуст. Великая есть благо молитва, если с должным благонастроением творится. Если мы научим себя, и когда получаем просимое, и когда не получаем его, благодарить Бога, ибо Он и когда дает, и когда не дает, то и другое творит во благо нам. Так что и когда получишь просимое, ты очевидно получил его, и когда не получишь получил, потому что не получил, наверное, неполезного тебе. Не получить же неполезного есть подобица полезного. Итак, получишь ли ты или не получишь просимого, благодари Бога, веруя, что если бы почасту не было для нас благотворнее не получать того, чего просим, то Бог всегда бы подавал нам просимое. Итак, всегда терпеливо молись Богу и о всем благодари Его, веруя и исповедуя, что Он благ к тебе и благ премудро, и есть твой любвеобильный благодетель и в даянии и в недаянии по прошению твоему, и по сей вере непоколебимый пребывай в смиренной покорности божественному промышлению, радостно и благодарно встречая все случающее со с тобой и приятное, и неприятное. живые в помощи в крови Бога небесного дворица речет господи вез заступник мой си прибежище мое Бог мой и уповай на него я коту избавят тебя от святи ловчей и от слави семя тежно плечма своему осенит тебя и под крыльей его надея оружием обыдет тебя истинно его не убоишься от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей бес ополуденного подет от страны твоя тысяча и тьма одесную тебе к тебе же не приближится оба чьим от твоим осмотришь и воздаяние грешников узрешь и яко ты господи упование мое вышнего положилось раны не приближатся телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тяло всех путях твоих на руках возмут тяда никогда преткнешь оками ногу твою на аспидой василиска наступишь и поперешь и льва и змия яко наме упова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть явлю ему спасение мое воздвиг охотче мое в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от господа сотворшего неба и землю не дай во смятение ноги твоей яниже воздремлет храня тебя сене воздремлет ниже уснет храня израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою господь господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века господь 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 сохранит неосуждено смейте призывать и тебе небесного Бога Бога и глагол и господь господь наш и живи и на небесе рассветится имя Твое нам приняется смеет Твое да будет воля Твое на небесе и на земле и то, что в сушке должно есть и он славит Бога и твое на небесе и твое твое и святого духа ныне пришло его веки веков аминь 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 его и веки и м и м и м Субтитры создавал DimaTorzok Пресвятая Богородица, спаси нас! Царица моя, преблагая, надежда моя, Богородица, Приятели счастливых и странных предстательницей, Скорбящих радостей, победимых в окровительнице, Зриши мою леду, зриши мою вскорь, Помози ми, яко небо, шоу, Окорми мя, яко странно, Обиду мою веси, Разреши ту, яко волеши, Яко неима, иные помощи, Разве тебе ни иные обрестательницы, Ни благия утешительницы, Токма тебе, о Бога Мати, Яко да сохраниши мя, И покрыеши во веки веков, аминь. Святый Боже, святый веки, Святый без неба, Боже, святый веки, Святый 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 Боже, святый веки, Аминь. Аминь. Аминь.